Какая-то жесть, честно говоря Я вообще их не понимаю Они ничего не понимают Я впервые вижу такое упражнение. Что это значит? Мы часто такое делаем. Ну ладно, можно подыграть? Хорошо. Хоть раз подыграть. Но вы-то редко бываете. Короче, это зрительная реакция и отработка блокирующих действий. Вот, хорошо. Вы, я смотрю, что-то расслаблены. Я не тренируюсь. Поэтому, да? Что-то какая-то интенсивная тренировка за буквально несколько дней до соревнований. Да, это что за соревнования, кроме наших голубей. Вот так, да? Да. Через неделю соревнования чемпионата первенства Северо-Запада. Давайте про подготовку скажем. Два слова. Кто знает? Она тебя заметила. Ну ладно, ладно. У нас через неделю. Давай, давай, через неделю. Да, ребятки уже... Делай вот так. Хорошо, хорошо. Ребята готовятся к Северо-Западу активно. Для наших спортсменов это очень важный турнир. Потому что там мы завоевываем дополнительные путевки на чемпионат и на первенство России. В этом году будет проходить чемпионат в городе Кировск, Ленинградская область. Ну это рядом тут совсем. Да, отлично, отлично. Мы все прекрасно доберемся. Нам ехать всего лишь 40 километров. Удобно. Метро Дубенко, автобус. Да. Большая команда едет. Станислав Владимирович, Яблоко, вам огромный привет. Представляем себе концовку боя. Когда остается там 15 секунд, ну, к примеру, у вас в конце будет этот спарринг. Ваш соперник выигрывает у вас, например, со счетом 2-0. Какая его задача? Еще сэншу. Ну, каким образом? На чем он будет сконцентрирован? Защиты ноги куда? В голову. Теперь представляем, за 5 секунд вы берете юг. На чем он уже сконцентрирован? Уже и на корпусе. То есть, вот я был полностью сконцентрирован на голове, теперь я понимаю, что не только голову, но и пропустить корпус для меня катастрофично. Дальше вы берете еще юг. Он уже сконцентрирован на том, чтобы не потерять сэншу и еще и не пропустить юг. Вы понимаете, насколько вы разваливаете защиту? Садись! В городе Твери на прошлых выходных прошли всероссийские соревнования. Тверской вызов, который были организованы Федерацией Тверской области, непосредственно председателем Федерации карате Тверской области Романом Тучкиным, за что отдельная благодарность ему великолепный турнир. Наши ребята показали отличный результат. Завоевали. У нас три семерки на этих соревнованиях. Семь первых мест, семь вторых и семь третьих. Куда вы напихиваете? Количество действий, но оно ни к чему не приведет. Темп должен быть высокий. Темп. Понимаете? И надо увидеть, куда он двигается. Первое, что вы должны сделать, что вы должны сделать. Вспоминайте, что первое, что. Да не надо никого дергать. Первое, что вы должны сделать, отобрать у него движение. Первое, что вы должны сделать, посадить его. В угол затащить его. Иначе, если он у вас будет на 8 метров бегать, вы его жизнь не догоните. У тебя Олег садится вниз, и ты начинаешь выбирать момент. Он сел. Какой момент ты выбираешь? Ты уже должен стартовать. Садись. Сдергай. Не входи реально. Сдергай. Выбирай его. Отсюда туда. Все как движение. Не садись. Ааааааааааа. Еще раз, да, когда вы выигрываете, вы не отсюда атакуете. Вот не надо вот сюда уходить атаковать. Это защита. Я двигаюсь, да, конечно, я держу корпус сзади, но дальше я должен вот этот вот под шаг, на этом маленьком под шаге сорвать эту дистанцию. Понимаешь, ты должна вытащить ее к себе в короткую дистанцию. А ты начинаешь садиться, вот сюда заваливаться и отсюда пытаться вылететь. И, в принципе, она корпус прошла. А имея ноги, она пройдет и в голову. Нельзя уходить в стадии. Нельзя защита, атака. Это плохая, плохая техника. На его атаку ты должен среагировать. Либо вперед, либо назад, либо в сторону. Ему не на месте. Понимаешь? А ты сколько раз остался на месте, сколько раз он у тебя удалось. Атакующему нужно или поймать его противоход. Тогда у вас вероятность заработать балл выше. И вторая ситуация. Посадить его в статическое положение. Опять-таки, выполнение атакующего действия. Правило 2023 вспоминаем. Судья, который сидит вот там, летит отсюда Маваши, видит потенциал атаки. По правилам он имеет сейчас право оценить. То есть нам нужно добиться ошибочных действий нашего соперника. Вы сейчас работаете от себя атакующего. То есть вы хотите, вы хотите, несмотря на соперника, неважно, влево он двигается, вправо он двигается, атакует вас, контратакует, убегает и так далее. Вы хотите просто выйти в дистанцию и просто нафигачить. Поэтому вы не попадаете. Ты не попадаешь. Камыш свою оглоблю выставил и все. Нет человека. Нельзя делать назад-назад. Вы можете сделать назад в сторону, вы можете сделать назад и вперед. Это гораздо предпочтительнее, чем делать назад-назад. Да, если человек не умеет, если он не жесткий, если он не взрывной и так далее, то от этого спасаетесь. Но если человек атакующий, агрессивный, он мощно бьет и так далее, вы сделаете назад-назад, вы пропустите. Понимаете? Назад-назад нельзя. Вот когда вы будете этот момент отрабатывать, вы должны об этом помнить. Это на самом деле нужно себе напоминать. Я каждый раз себе напоминаю, что нельзя делать назад-назад. Потому что это рефлекс. Что на нас идут, мы входим назад-назад. Мы не хотим драться. Но это ситуация, где мы должны драться. Ну, сегодня прям ярко, зажигательно. И Зураб Гилай еще идет на пользу отдыха. Чем больше он отдыхает, тем ярче он потом выкладывается в интернете. В качестве тренера. Естественно. Естественно. В качестве. Мне это очень радует. Я, конечно, желаю Зураб Гуладовичу скорейшего выздоровления, восстановления, всех его травм. Я, наверное, желаю ему научиться совмещать зажигательность и здоровье. Знаете, что я хочу сказать? Я все время пользуюсь служебным положением. Когда беру интервью, я все время жмусь, как можно ближе. Но ни разу не было отвергнут. Ни разу. Данил Камышев сегодня на тренировке. Травмировал всех. Он травмировал Списцена. Списцена на него обиделся. Разузлился. Буквально, в смысле, Даня выставил свою Оглобу ему навстречу и Списцен бросил травму. Что делать с такими нерадивыми, молодыми людьми, которые бьют ветеранов? Я не могу сказать, что... Как их наказывают внутри команды? Жестко и беспощадно. Я думаю, его накажет Валерия Стадник. Вера у нас специалист по наказанию. А пока он работает оператором, да? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!